Варикозная болезнь – достаточно распространенное заболевание. Чаще ему подвержены женщины, особенно после беременности и родов, но бывает страдают и мужчины. На развитие варикоза влияют факторы наследственности или работы, связанные с длительными статическими нагрузками в сидячем или стоячем положении. Варикоз – это расширение поверхностных вен. Кровь по венам движется снизу вверх от пятки к сердцу. Обратному кровотоку мешают клапаны, расположенные внутри вен. При расширении вены клапаны перестают работать как надо, и при каждом сокращении сердца кровь движется в обе стороны. Какие проблемы у больных может вызвать варикоз? Первое – это чувство тяжести в ногах, усиливающееся в вечернее время. Это отек ног, это развитие различных трофических нарушений, появление трофических язв на ноге, потемнение кожных покровов. И самое опасное – это развитие тромбозов. Тромбоз – это уже угроза жизни, рассказывает доктор. Поэтому лечение варикоза надо начинать на самых ранних стадиях. Первые операции начали проводить еще сто лет назад. При помощи разреза на ноге вена полностью удалялась. Потом операцию стали выполнять из нескольких коротких разрезов и удалять вену с помощью зонда. Некоторым открытые операции показаны и до сих пор, но наука не стоит на месте. У нас в больнице МИД применяется новая высокотехнологичная щадящая методика лечения варикоза под названием радиочастотная обляция вен нижних конечностей. Операция выполняется с помощью генератора радиочастотного тока и специального одноразового катетера. Все манипуляции проводятся под контролем аппарата УЗИ. При помощи специальной иглы катетер вводится в просвет вены на нужную длину. Затем включается подача тока. Аппарат умный, он сам определяет необходимую мощность, чтобы температура на кончике катетера составляла ровно 120 градусов. Воздействие током длится 20 секунд. На мониторе видно, как идет процесс так называемого сваривания стенки вены, после чего катетер перемещается на новый участок вены и он также запаивается. Процедура радиочастотной обляции варикозных вен нижних конечностей длится около часа. Проводится она под местной анестезией, то есть на протяжении всего этого времени врач-хирург имеет возможность общаться с пациентом, то есть поддерживать с ним словесный контакт. Как самочувствие? Жанна, как себя чувствуете? Не знаю. Процедура радиочастотной обляции проводится амбулаторно. После нее пациент должен 30-40 минут походить под присмотром медиков и уезжать домой. На следующий день перевязка и потом еще пара визитов к доктору. Отметим, что дамы особенно ценят эстетическую сторону вопроса. Если раньше операция выполнялась из нескольких разрезов от 2 до 5 сантиметров, то сейчас по сути это 1-2 прокола длиной 1,5-2 миллиметра, то есть совершенно мини-инвазивная безболезненная методика. Эта операция полностью выключает больную вену из кровотока. В течение полугода на ее месте образуется рубец, который постепенно тоже рассасывается. Всю нагрузку по кровообращению берут на себя глубокие вены. Если у вас отекают ноги в вечернее время, если у вас видны варикозно расширенные вены, если вы длительное время принимаете гормональные препараты, например, противозачаточные, то вам необходима консультация фриколога. Золотым стандартом обследования вен является ультразвуковое дублексное сканирование вен нижних конечностей. Хирурги больницы МИД давно освоили эту и сотни других операций. Здесь работают опытные специалисты, доктора и кандидаты наук. Больница МИД – федеральное медучреждение, оно не работает по программе ОМС, поэтому не стоит сравнивать его с муниципальными. Они просто разные, но для жителей городского округа Щелково во многом дополняют друг друга. Например, процедуру радиочастотной абляции варикоза в Щелкове больше не делают нигде. Я знаю, что в Щелковском районе большая очень работа проводится и в Центральной районной больнице, и вот перинатальный центр огромный построили это. Все очень важно. Но многие позиции, мы делаем на уровне мировых стандартов.